привет всем давайте вы посмотрите очередной квартальчик возле моего дома тем кому интересно послушать а не посмотреть я расскажу экономические новости которые у нас сегодня только закончится утром очередной экономический апдейт где очень умные люди рассказывают что происходит чего ожидать на двадцать четвертый год куда вкладывать куда не вкладывать что будет с ценами на жилье и я с вами поделюсь этим это не мои знания это знание людей которые зарабатывают большие деньги хоть я и занимаюсь здесь в канаде страхованием жизни и здоровья но также я занимаюсь финансовым планированием и лицензия тоже это позволяет то есть мы определяем куда вкладывать лучше деньги естественно у нас есть огромная как бы служба каждой страховой компании до которая занимается этим вот одна из них рассказывал этом случае это было empire life им уже более 100 лет поэтому наверное они как-то знают о чем говорят в общем скажу так что экономика сша ожидается очень сильно рост сильно ожидается причем тут сша да ну мало то что они там отсюда 20 минут до границы сша то что канада поставляет более 75 процентов всего производства на сша эта цифра которой стоит задуматься мы очень сильно зависимы от сша но к сожалению у нас телефон как всегда естественно только начал записывать но к сожалению у нас не ожидается такого большого роста зато у нас ожидается уже и не знаю я конечно не риэлтор даже рассказываем всегда время покупать не очень интересно чтобы сейчас риэлторы говорили вот люди некоторые я знаю таких людей которые послушались риэлтора которые всегда будут расти купили дом за миллион сейчас он стоит 650 тысяч вот конечно если было бы официально какой-то спрос с риэлтором у которых время всегда покупать ну ладно но сейчас я вспомнил за риэлторов за дома потому что говорят что вот ожидается в канаде понижение процентной ставки по ипотеке чем это может грозить обычному человеку во первых скорее всего я думаю цены на жилье начнут увеличиваться пусть не сильно но они будут увеличиваться еще одна новость интересная которая тоже подстегнет цены на жилье я думаю вы наверное уже слышали за такую новость не знаю я в нашей группе гроши в канаде где мы на украинском разговариваем про деньги в канаде инвестиции страхование недвижимость и так далее то я уже там опубликовал новость что наш министр финансов фриланд объявила что будут теперь давать кредиты на новые дома на 30 лет не на 25 как это сейчас а на 30 лет и это поможет с affordability я не знаю насколько это поможет с affordability то есть я думаю люди все равно покупают здесь жилье на своем пределе поэтому если немножечко поле облегчить это все то они просто-напросто начнут эти цены на жилье вверх что еще это я говорю за онтарио что еще нужно ожидать например от альберты куда много кто поехал меньше конечно мотарин тени немного людей или там от не брансика ожидать стоит того что цены там растут и как только не дорастут до уровня например этого же онтарио до британской колумбии до манкувера вряд ли не дорастут то это потеряет смысл большинство людей туда уехала за для того чтобы купить дешевле жилье и я думаю начнется обратный отток и жилье будет дешеветь не факт это не зашина все рухнет ничего это значит не будет такого бурного роста так что еще да вот это что будут на 30 лет давать кредиты более того я также все рассказал за ррсп теперь это увеличено с 16 по моему апреля это даже еще не сегодня у нас до 15 или сегодня будет еще разрешено брать с расписа своего пенсионного счета с которыми тоже вам могу помочь если вам нужно и для вас ничего не стоит это ваше откладывание ваше накопление на свою пенсию то оттуда можно брать теперь до 60 тысяч эти деньги нужно будет возвращать я так свой дом тоже покупал когда было время тогда еще не было first home saving аккаунт тем не менее то есть они сделали до 60 тысяч можно брать на одного человека сделали до 30 лет и теперь будут поменьшать процентную ставку то есть это неизбежно приведет к росту недвижимость снова повторюсь я не риэлтор чтобы вам кричать что самое время покупать для этого есть более умные схемы как просчитать время покупать или нет когда-то называлась правило пяти процентов тем как увеличился рейд это уже не пяти процентов тем не менее как-то расскажу про это правило пяти процентов опять же в той группе нашей гроши в канаде я уже за него рассказывал и вы будете понимать на грубо есть формула которая просчитывает именно в деньгах стоит ли покупать или не стоит дать я пойду через парк домой тоже за этим парком сразу дома жена здесь наверно будет немножко ветрено я еще помню какая грязь я еще помню когда по европе ходил снимал спрашивали все где люди капец я зашел ребята спрашивали где люди люди все в школе на работе капец что это вот это да это я прошелся получается заканчивая до свою прогулку и свое видео в том числе что вообще это значит для рядового инвестора принятное дело если вы живете на ренте сейчас и просто работаете не откладывайте деньги как бы тем самым не думаете на будущем то вам это принципе ничего не значит если люди собирались покупать жилье то им все равно если собирались может быть нужно сейчас поднапрячься и заходить на рынок но опять все индивидуально просчитывается но если вы думали я думаю нужно воспользоваться шансом плюс весна еще всегда подогревает рынок в общем я ожидаю какого-то роста не скажу опять что с какого-то сказочного или большого потому что цены сейчас большие и обычному человеку просто тяжело купить жилье есть махинации люди подделывают документы все это всем известно моргиш брокеры все это знают я этим не занимаюсь просто знаю что такое есть и все по-другому ничего купить не получится у нас друзья которые переезжали не бронсик так что-то за 130 тысяч покупали жилье я еще когда летал в этом то в прошлом году зимой смотрел там квартирка была там 113 130 тоже однокомнатные были я просто не хотел без подземного паркинга брать там где холодно лучше иметь подземный паркинг как бы вот это уже скоро будут все приходить убирать в общем ребят он да смотрите у меня напротив висит флаг который люди хотят всем рассказать что они не традиционные сексуальной ориентации или поддерживает их вот такому тоже наверно раньше бы у меня было бы что как это вообще но сейчас на сколько пофиг это одно из того что вам нужно к чему готовиться если вы хотите жить в канаде вот и все собственно я пришел домой надо взять сейчас кран помыть кроссовки в принципе я сами тут разговорное прогулочное видео показать вчера сидели классно кушали мясо костер это я трейлер взял еще в прошлом году моего аренду кстати сдаем тоже это надо выкинуть мы купили новую вообще сделал ремонт закончили собственно батут я еще не ставил примерно вот так здесь наши соседи марихуану выращивать сюда три куста сколько там разрешено собственно так ребят как я говорил хотел кому-то показать просто виды кому интересно жизнь канаде а кому интересные инвестиции заодно рассказать что делать и я наверно не подытожил а подытожить что просто если вы вкладываете в какие-то акции я бы все-таки смотрел американские акции и собственно и так то я часто смотрю у меня есть конечно портфеля большая часть я бы сказал канадских акций но мне самому нужно будет пересмотреть почему у меня больше канадских акций потому что во первых я не плачу конвертацию а во вторых я с дивидендов не плачу проценты даже если у вас деньги лежат на tax free saving аккаунт то все равно американцы с дивидендов забирают у меня 15 процентов от моих дивидендов из этого я стараюсь держаться на торонтовской бирже тем не менее сейчас я буду все это пересматривать и что вы думаете напишите интересно будет почитать всем пока удачи